Сотрудники покинули рабочие места совсем ненадолго ради долгожданного открытия новой трикотажной фабрики. Раньше компания выпускала только женскую одежду. Два года назад запустили мужскую линейку. Еще один повод для профессиональной гордости наряду с передовым оборудованием. Это и кардиганы, это и джемперы, это и водолазки, и шапки, и шарфы, и перчатки, и даже носки. Это будет востребовано? Естественно, да. То есть все это замечательно подобрано цветовой гамме в качестве пряжи. Есть аппараты, которые вывязывают изделия целиком. И здесь есть отдельная отделочная тоже фабрика, которая, где мы делаем принтование, мы там варку делаем и плиссировку изделий. Вот здесь скоро будет наш логистический центр, мы приобрели этот участок. В прошлом году компания стала участником нацпроекта «Производительность труда». Выход на новую мощность, использование технологий бережливого производства позволили вдвое увеличить выпуск вязаного трикотажа. Освоено уже на сегодня более 400 миллионов инвестиций. И для нас, как для региона, для правительства, очень важно, что это создание новых рабочих мест. Уже создано более 180 высокопроизводительных рабочих мест в перспективе увеличения до 250. Это дополнительное налоговое поступление. На самом деле, сегодня для города очень знаковое мероприятие, открытие нового производства. Это второе производство фабрики в городе Ростов-на-Донок. Могу сказать, что как и 20-й год подемен, у нас экономика растет, растет инвестиционная привлекательность. С конца августа здесь начнут работать цеха спецопераций. По вышивке, гофре, обтяжке пуговиц и ремней. Таким образом, все этапы производства будут выполняться без помощи сторонних предприятий. Наталья Самойлова, Владимир Трофимович, Дон-24, Ростов-на-Дону.